А тема Великой Отечественной войны для вас, наверное, особа? Ну, я не думаю, что только для меня особа. Для всех для нас особа. Тем более, что мировое сообщество неоднозначно принимает нашу победу. Нам и хочется подтвердить, что мы, наш народ, наши отцы и деды сломали хребет фашистскому зверю. И поэтому хочется оставшимся в живых нашим ветеранам поклониться и сказать им спасибо за ту великую победу, которую они принесли тому Великому Отечеству, Советскому Союзу. И в дальнейшем мы правонаследники этой победы России, Великой России. И, конечно, я делаю акцент в своем концерте на этой дате, но, в принципе, я не меняю свой репертуар. Какой он у меня был, такой он и остался. Песни о подвиге, о победе, о народе, о стране и так далее. Так что я не особо перестраивался в связи с праздником. Но, безусловно, буду акцентировать внимание на этой славной дате. Я имею в виду вашу семью еще, что тоже затронула война. Я жил в то время, когда все семьи были затронуты. Все семьи у мамы погибло, два родных брата моей дяди. Отец в 43-м вернулся контуженный. Я встретил День Победы в Славянске 9 мая. В школу пошел, в Краматорскую. Донбасс моя родина, поэтому я по-особому переживаю происходящее на юго-востоке Украины. Пензу для вас можно считать родным городом, поэтому вы приезжаете к друзьям. Ну, не двоюродные. Я приезжаю сюда с огромным удовольствием и привозил сюда моих коллег. И скандальную машину времени я привозил в свое время. С огромным удовольствием я всегда выступаю в Пензе. И потом я благодарен не только Пензе как городу, а губернии пензенской. Я каждый год приезжаю в Тарханы на лермонтовские чтения. И благодарен и Бочкареву, и благодарен правительству пензенской губернии за то, что они так заботливо относятся к наследию поэта. И каждый раз я просто радуюсь тому, что Россия жила, когда я приезжаю в Тарханы и наблюдаю, как тысячи людей приезжают для того, чтобы гордиться. Вот это я, понимаете, горжусь тем, что воспитывает в нас национал-патриотизм. Не национал-шовинизм, а национал-патриотизм. Гордятся люди, что у них есть Лермонтов, что у них есть Россия. Вот так и нужно. Культура должна воспитывать высокие чувства патриотизма. Как тот период, о котором вы говорите, Великая Отечественная война. Я вспоминаю, я все думаю, господи, чего они стонут, чего они плачут, что нам плохо. Нам было плохо в 45-м, 46-м, 47-м годах, когда мы по карточке получали кусочек хлеба и, не дай бог, теряли эту карточку. Но тогда было плохо. Когда были сексуальные полки в магазинах, в смысле голые, и вообще ничего не было. А сейчас все есть, но, может быть, не хватает немножко денег у наших людей. Какие-то проблемы есть, ЖКХ. Да, и вот мы в последнем интервью нашего президента обращали внимание именно на социальное состояние наших жителей, нашей страны. Поэтому, но все равно терпеть можно. Я думаю, что президент, он сказал где-то полтора-два года, я думаю, что раньше задышит наша страна. И самое главное, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот акцент на развитии сельского хозяйства, который мы забыли и который, в общем-то, мы уничтожили. Вот сейчас это вернется. Обращение к молодежи, чтобы они правильно понимали, чтобы они не майданили, а занимались делом. Поэтому я вот сейчас проехался, был в Чебоксарах, в Саранске, в Ульяновске, вот сегодня в Пензе, завтра в Набережных Челнах. И мне самому это интересно, как живут люди. Они по-разному живут. Вот я, скажем, очень доволен вчерашним пребыванием в Саранске. Они замечательно развиваются. С утра я сегодня побывал. У них потрясающий совершенно комплекс воинской славы и вечного огня. И прямо напротив дворца бракосочетания. То есть все продумано. И очень много молодежи, которые приходят туда и понимают, что они живут в стране. Они живут с народом и понимают, что трудности, которые нужно переживать. Потому что это их страна. У них выбора нет, другой страны нет. А как вы считаете, Пензу можно назвать такой заметной культурной точкой? Культурным центром чего? А все от вас зависит. Я бы, вы знаете, я бы не рейтинговал, кто из городов Поволжья имеет право на такое название. Боритесь, побеждайте. Пенза всегда отличалась. Вот я знаю, и вот сегодня я буду с хором пензенским петь песни. Притом песни серьезные, гражданские, патриотические. Значит, они тоже готовились к этому. И мне это радостно и приятно от того, что я с вашим коллективом имею честь выступить. И буду выступать. Назвать это центром, это все от вас зависит. Это вы должны назвать. Когда спрашивают, как вам наш город? Как вам ваш город? Потому что я приехал на один день и уехал. А вам здесь жить. Поэтому как вам ваш город зависит от вас. Каким вы его сделаете, в таком городе вы и будете жить. Я бы хотел, чтобы он был благополучным, цветущим и, безусловно, культурным. Потому что мы не учитываем, я уже 19 лет в Государственной Думе. Пять созывов меня избирают за Байкальский край и Агентский Бурятский округ. И я немножко знаю, что такое трудная жизнь России. И когда я хожу с протянутой рукой, возглавляя комитет по культуре, не прошу средства на культуру, о которой вы говорите. Мне очень, с одной стороны, тяжело, а с другой стороны, понятно. Я пытаюсь убедить наших руководителей, что нельзя жадничать на культуре. Нельзя жалеть на культуру. Вы подсчитайте, сколько средств уходит на ликвидацию террористических актов, на строительство разрушенных зданий. Сколько мы теряем. Они жалеют средства. Вы знаете о том, что мы сейчас утвердили бюджет на следующий год. Не на культуру, а на нас занимает самое последнее место в бюджете культура. Притом еще название такое неприличное. Это отрасль. И я говорю, вы не понимаете другой вещи. Они говорят, да что, вот Кобзон ходит, жалуется. Чего жаловаться? Не пройдешь по улицам, везде афиши, везде реклама. Да не ходите вы по московским улицам. Пройдите по пензенским улицам, по уральским, по сибирским улицам. Посмотрите, как там живет народ. Посмотрите, как убили мы культуру села. Спасибо, что нам объявили санкции. Мы теперь взялись, так сказать, и решили сами восстанавливать все. А культурный человек, он никогда не совершит террористический акт. Они этого не понимают. Да, эти деньги на культуру, меньше будет террористических актов, меньше будут недовольных, меньше будет болотных площадей и так далее. Поэтому культура и физическое здоровье... Я член президиума Лиги здоровья нации России в Бакерии. Я знаю, что такое здоровье. Физическое здоровье. И мой любимый афорист, вам, журналистам, я просто могу сказать, он был морально устойчив, несмотря на то, что физически здоров. Вы знаете, это самое главное, чтобы общество было и морально устойчивое, физически здоровым обществом. И от вас это зависит. Вот в некоторых регионах уже я так стонал, и сейчас думаю, что пока я жив, я продолжу эту заботу о том, чтобы возродить... Возродить президент не хочет возрождать комсомол по названию, но понимает, что необходимость назрела объединить молодежь. Нельзя расцовывать молодежь по политическим коммуналкам. Молодежь ЛДПР, КПРФ, Единороссия. Нельзя. Молодежь у нас одна в России. Ее нужно объединить и помочь ей, востребовать. Молодежь должна почувствовать заботу о себе, иначе она не будет любить государство. Иначе она не будет патриотически относиться ко всем событиям, в том числе и к финансам сегодняшним. Если бы они были, если бы они любили свою страну, они бы и не сетовали, и не выражали бы свое недовольство, так как они сейчас. А сейчас происходят какие-то вещи негативные. Вячеслав Ильич, вы говорите, надо стараться. Мы стараемся, построим филармонию, киноконцертный зал. Вы оценили площадку? Вы здесь будете выступать? Конечно. Вы знаете, вот я вчера выступал во Дворце Республики в Саранске, тоже оценил. Сегодня Новый дворец, тоже оценил. Потому что я выступал на разных площадках в Пензе. И на велотреке выступал, и выступал в разных театрах. В сельских клубах. Да. Поэтому я рад, что в Пензе появился вот такой центр культурный. Дай Бог. И я думаю, что вы должны активнее требовать не улучшения своего, так сказать, состояния, а улучшения своей духовной жизни. Вот вам, думаю, что главное, как песня упала, «Жила бы страна родная, и нету других забот». Вот это ваша забота, но все зависит от вас. Не от тех людей, которые приезжают и митингуют, и чего там вам пытаются рекомендовать. А вы сами должны. Вот, например, я за то, чтобы в каждом регионе был молодежный парламент. Молодежный парламент, который активно должен руководить политикой своего руководства, руководства своего региона. И тогда, потому что это вам жить в этом регионе, вам жить в этой стране. Спасибо. Спасибо. Удачи вам.